Всем привет! Сейчас еду в город Глендейл. Беру вас с собой. И мы за одну секунду очутились в городе Глендейл. Специально для любителей шевроле. Стоит шевроле Малигу на улице. И еще одно шевроле. По-моему, некоторые из моих подписчиков смотрят видео только из-за шевроле, поэтому специально для вас снял, чтобы вы не отписывались от моего канала. А если вы на него еще не подписались, то для того, чтобы вы на него подписались. На мой канал в ютубе. Глендейл приезжаю редко, он не особо близко от меня. Но здесь много хороших магазинов, ресторанов, поэтому если я сюда приезжаю, то скорее всего уже трачу весь оставшийся день в этом городе. Здесь два магазина Apple и очень много русских. У нас последние два дня очень резко спала температура и, по-моему, в Глендейле даже намещается сейчас дождь. Когда мы в прошлый раз здесь были, здесь тоже, помните, был очень сильный ливень. Я не помню, я его показывал или нет. В общем, каждый раз, когда я в Глендейле, начинаются какие-то катаклизмы здесь. Начал накрапывать дождь. Сейчас это магазин Sony в надежде, что у них что-то новенькое появилось. Оказывается, Sony больше не будут выпускать Вайо, они его продали японской компании, поэтому сейчас идут скидки большие на их, на продукцию Вайо. Примерно стоит сейчас 9500, то есть 950 долларов, плюс где-то 10% налог. То есть, в общем, короче, у них скидки пошли. Жалко, мне очень нравится Вайо продукция. Смотрите, какой здесь трамвай ходит. Для детей, для родителей. Танцующий фонтан. Заехал в магазин H&M, но мне сегодня здесь ничего не понравилось. Такое бывает. Место, где мы находимся сейчас, это такой торговый комплекс большой, с кучей магазинов, ресторанов. Здесь есть несколько гостиниц, если я не ошибаюсь, но одна точно очень хорошая гостиница и жилой комплекс. То есть, все в одном месте и занимает достаточно большую территорию, и это место очень украсило Глендейл. Здесь раньше был магазин игрушечных роботов, но его, видно, закрыли. Не выдержал, наверное, конкуренцию с ресторанами. Мне он очень нравился, потому что были реально роботы для детей, которым можно играть, управлять. Так эта американа выглядит сверху. И вот все магазины, которые здесь находятся, и рестораны. Короче, моего магазина здесь уже нет. Немного обидно, что его закрыли, потому что я очень хотел вам упаковать классным магазином. Здесь очень интересный переход дороги, ее можно переходить в любом направлении. Поперек можно, как обычный переход, переходить. Так удобнее. Потому что даже до общего одного зеленого цвета, ты можешь перейти сразу дорогу так, как тебе удобно и в том направлении, куда тебе надо. Сегодня посмотрел статистику моего канала, и у меня 95% подписчиков, это... 95% подписчиков, это мужчины. Мне кажется, надо чуть нам поразбавить группу. Нам нужны девчонки. Поэтому, скорее всего, следующие несколько видео будут у нас в магазине Victoria's Secret. Хотя, с другой стороны, это может даже еще больше увеличить под число мужских подписчиков. Но в любом случае, мне кажется, нам нужны девчонки на нашем канале. И мы уже в Голливуде, а сейчас предлагаю нам всем спуститься вниз на Голливудский бульвар. Сейчас еще на улице светло, хотя где-то 6 часов. И немного сейчас покажу вам улицу, на которой мы находимся. Она очень красивая, она находится немного севернее Голливудского бульвара на холме. Здесь уже скоро будет закат, потому что горы, чей-то дом наверху. У кого-то во дворе стоит бегуам. В Лос-Анджелесе очень много домов находятся на холмах, на горах, на склонах, с видами на каньоны. Это считается самыми престижными местами. Когда у тебя дикая природа рядом, здесь ночью и койоты бегают, и иногда даже рыси. И иногда даже рыси. На холмах совсем другой воздух, не как в Лос-Анджелесе. И здесь очень приятные звуки. Как правило, здесь и днем, и ночью тихо. Ну, вечером здесь очень много машин до сих пор ездят. Но ночью здесь очень хорошо, спокойно. Здесь уже никого нет. Слушайте, птицы поют. В Лос-Анджелесе везде поют птицы, кстати. Если вы заметили, у меня во дворе они тоже поют. И калибри летают. За мной прям как будто мы находимся в Греции. Такой архитектурный стиль греческий. И цветовая гамма тоже, бело-синий. Мы сейчас спускаемся вниз. Но если подниматься наверх, то чуть дальше начинается каньон. И идет дорога через него в сторону долины. И я как-то... Я люблю по вечерам бегать, я уже говорил. И один раз я бежал, когда здесь уже было очень поздно. И было немного страшно, потому что уже и машин не было. И уже было темно. И ночью здесь койоты появляются. Это не особо приятно их, знаете, на них наткнуться ночью. Даже собак с собой нельзя брать, потому что они нападают на собак. Особенно если их там стая койотов. Вообще интересно, койоты по статистике нападают на людей с собаками. И особенно если на этих людях шлепки или тапки. Вот мы и дошли до Голливудского бульвара. Уже закончились дома частные. И просто начались квартирные дома. Вот такого плана. В Лос-Анджелесе люди, как правило, живут в домах. Там двух-трехэтажных домах квартиры. Здесь нет высоток. Здесь есть несколько домов. Но по сравнению со всем городом, можно сказать, что здесь люди живут именно в двух-трехэтажных квартирных домах. Как видите, это уже Голливудский бульвар. Куда дальше идут холмы. Сейчас вечер, поэтому мы увидим очень много людей, которые бегают, катаются на велосипедах. Но скорее всего мы больше увидим людей, которые просто сейчас бегают. Смотрите, интересно. Ясное небо. И тут же начинается пасмурное небо. Я думаю, в Южном Лос-Анджелесе сейчас не пасмурно. Там, скорее всего, есть облака, но нет такого полностью затянутого неба облаками. Я раньше проводил в Голливуде очень много времени. Особенно субботы, воскресенья. Почти все время был в Голливуде. А буквально года два последних я здесь очень редко появляюсь. И сейчас очень... Этот район преобразился и изменился. Построили много многоэтажных зданий и строят до сих пор. Буквально неделю, наверное, назад я был на одном из бульваров здесь. На одной из улиц. По-моему, это была Лабрея. И она очень сильно изменилась. Сейчас построили очень много квартирных домов. Я в Голливуде буквально был минут 30. И уже третья полицейская машина кого-то штрафует. В каких районах полицейским приходится быть строже? Потому что здесь происходит стык богатых районов и не совсем благополучных. Здесь такая смесь даже получается. Есть, например, если южнее бульвара Голливуд, есть много хороших домов. А на соседней улице могут быть квартирные дома с более бедными людьми, с сумасшедшими гостями, вечеринками. Поэтому полиции приходится это пресекать. Скоро уже будет закат. Мы сейчас смотрим на запад. Я решил немного севернее подняться от бульвара, потому что хочется подышать хорошим воздухом. На бульваре такого воздуха не будет. И потом мы обратно спустимся. Пройдем несколько улиц на восток, к самому бульвару, где все происходит, и спустимся вниз. В Голливуде живет очень много русских, даже в этой его части. А если поехать на восток, то там вообще будет очень много русскоговорящих людей. Армян, русских. Например, слева от меня был русский. И за мной шли две женщины, тоже русские. С того момента, как я начал много ездить на скейтборде, я почти перестал бегать. Хотя раньше бегал каждый день, наверное, по часу. Я думаю, заново придется начать бегать, потому что сейчас лето. И не помешает немного, чуть-чуть, похудеть. На скейтборде это сложнее сделать. Мы сейчас дошли до очень известного парка, называется Running Canyon Park. Здесь можно выгуливать собак без поводков. И здесь... Он очень известный, я вам не буду... Я, наверное, про него сделал отдельное видео потом. Если у вашей собаки нету друга, и вы живете в Лос-Анджелесе, самое лучшее место его найти для нее, или для него, это в этом парке. Видите, у меня уже появился друг. Хоть я и не собака. Применяет друзей. Она меня променяла на хаске, представляете? Очень обидно. В этом парке есть гремучие змеи. Вообще, в Лос-Анджелесе, если ты живешь на холмах, то, скорее всего, у тебя будут там змеи водиться. Гремучие змеи. И здесь вообще ночью, я думаю, начинается достаточно... Упс! Дико. И койота начинает прибегать, и... И все, что дикое есть, я думаю, все сюда сбегается. Потому что ночью здесь людей нет. Его закрывают с закатом. Как только закат, из парка надо уходить. Когда ты едешь, например, через Берли Хиллс, когда ты, в общем, ешь через каньоны, например, в долину, ты даже не замечаешь, как резко ты оказываешься очень высоко над городом. Кстати, ребята русские. Здесь много русских. По-моему, еще один русский человек прошел. Мы буквально шли несколько минут, сейчас покажу, какой отрывается отсюда вид. Вот такой вот. Представляете, как быстро мы поднялись наверх? И мы еще не наверху, потому что, если посмотреть, это только начало горы. Туда дальше идут холмы, горы, каньоны. Если ехать прямо туда, то начнется долина. Мне нравится один парк, в Берли Хиллс находится, в очень диком месте. То есть ты, как будто не в Берли Хиллс, а как будто в парке юрского периода, то есть там реально дико. Там даже днем вы можете наткнуться на койоту. Я натыкался. И обычно там может быть несколько человек всего, на весь огромный парк. Почти никогда никого нет. Никак здесь, потому что здесь столпотворение, даже в самый жаркий день здесь будет куча людей. Там почти никого нет. И ты реально себя ощущаешь, как будто ты где-то на необитаемом острове. И вот мы идем, идем, идем. Смотрите, что за нами. Лос-Анджелес. Сейчас я вам покажу отсюда вид. Это район Вестфуд. Мы были, вот там, если видите, вдалеке гор, мы оттуда уже досмотрели на Лос-Анджелес. Там бедный район. Точнее, не совсем бедный, там престижный черный район на Болтон-Хиллз. Это Голливуд. Где мы сейчас, в принципе, находимся. А вдалеке, даунтаун Лос-Анджелеса. Который вы часто видите в моих видео. Я живу где-то там. В том направлении. Отсюда еще есть вид на обсерваторию в Гриффит-парк. Если вы играли в GTA, то вы это здание узнаете. На собаке бьет. Вместо того, чтобы сейчас подниматься дальше в гору, мы возьмем очень резкий спуск вниз. Надеюсь, мы с горы с этой не слетим, потому что здесь резко, и песок, он уже очень отшлифованный, потому что люди часто поднимаются, здесь очень скользко. Надеюсь, ничего с нами не случится. Пойдемте. Надеюсь, мои кроссовки выдержат эту дорогу. Если нет, то винить будем их в моем падении с этой горы. Еще не хотелось бы наступить на какой-нибудь кактус. По-моему, это тот случай, когда проще идти в гору, чем с горы. Кактусы. Осторожнее здесь. Абсолютно такую вещь налететь. Будет очень неприятно. Я не уверен, если вообще мы спускаемся там, где спуск. Или это вода промыла здесь просто. Да, здесь спуск. Спуск был достаточно быстрый. Мы сейчас обратно на улице. И, скорее всего, я сейчас кто-нибудь заем, где-нибудь поем. И потом, может быть, немного поснимаю, если будет время. Это, кстати, бульвар Сансет. Красивый новый дом. Видите, тренажерный зал с видом на улицу. Это большое окно, это тренажерный зал. И мы буквально, наверное, в двух минутах от Голливудского бульвара, от именно места, где происходят все шумные мероприятия для туристов. Так выглядят типичные улицы, на которых находятся квартирные дома в Голливуде. Здесь, в принципе, очень красиво. Но из-за того, что здесь много туристов, много приезжих, это, как бы, не самые лучшие районы. Если вы живете южнее, если вы живете южнее Голливудского бульвара, начинаются, как бы, не самые лучшие места. Судя по звукам, здесь концерт. Где-то происходит. Здесь есть шоу телевизионное, вечернее. По-моему, Джимми Кэмела. И иногда у них происходят концерты на улице, как часть этого шоу. Может быть, один из таких концертов сейчас происходит. Хотя нет, это мы сейчас около школы. Наверное, в школе что-то происходит. Здесь high school. Наверное, у них какая-то или игра, или еще какое-то мероприятие. Первая версия была правильная. Происходит концерт. Скорее всего, я думаю, это от шоу Джимми Кэмела. И иногда там даже, хотя не иногда, очень часто выступают знаменицы. Скорее всего, мы никого не видим, потому что там заборы, охрана. А может, что-нибудь увидим. Сейчас посмотрим. Вы узнали эту певицу? Я не знаю, кто она такая. Если вы знаете, напишите в комментариях, потому что мне интересно, кто это. или если я раньше вас узнаю, то я в описании видео напишу, кто это был. Эта улица называется Highland. Достаточно известная. Скорее всего, все эти люди едут или в студию сетей или в долину. Потому что, как видите, это движение идет на север, в сторону долины. На юг все пусто. И мы теперь обратно вернулись на Голливудский бульвар. Он прямо передо мной. Теперь он перед вами. Сейчас поищем какие-нибудь уличные представления. Если ничего не будет, поедем домой. уличный художник. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такие вот у нас в Холливуде таланты. ДимаTorzok Все, ребят, еду домой. Надеюсь, вам было интересно. Я думаю, увидимся уже в следующем видео. Всем пока! Ребят, я знаю, что я обещал показать вам Камптон сегодня, но сейчас хочу показать вам кое-что другое, более интересное. По крайней мере, это можно увидеть не каждый год. Я сейчас в даунтауне Лос-Анджелеса. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!